Библиотека Архангельский литературный музей представляет вашему вниманию видеопрезентацию о жизни и творчестве поэта, журналиста, архангела-городца Владимира Петровича Мусикова «Так я землю люблю, так я к песне привык, приуроченную ко дню его рождения». В Архангельске, в деревянном доме, на тихой Соломбальской улочке, поросшая дуванчиками, лютиками и подорожником, в семье судового механика 25 июля 1914 года родился Владимир Мусиков. Мальчишкой Володя жадно слушал рассказы вернувшегося с очередного рейса отца, а потом вместе с друзьями часами толкался в гавани, глазея, как выгружают с судов огромными корзинами каменный уголь или удил рыбу с останков седовского корабля святой Фока в реке Кузнечихе. Позднее Мусиков вспоминал «Я еще в шестом классе был уверен, что пойду по стопам отца». Но этого не случилось. Он увлекся литературой. Товарищи по школе стали читателями и слушателями его первых стихов. Еще семиклассникам Мусиков начинает посещать собрания архангельских литераторов, а год спустя молодежная газета «Северный комсомолец» опубликовала его первый рассказ «Голубой писец». Хотя автору в то время не было еще и 16 лет. Рассказ отличался ясностью, выразительностью языка. В летнее время Владимир Мусиков плавал помощником моториста на небольших катерах Архангельского порта. А в 1931 году после навигации его пригласили в редакцию городской газеты «Ударник лесоэкспорта». Так с 17 лет Владимир Мусиков становится журналистом. После окончания школы он сотрудничает в архангельских газетах, учится на вечернем отделении педагогического института и пишет стихи. В 30-е годы стихи Владимира Мусикова охотно публикуют журналы «Социалистический Север», «Звезда Севера», «Альманах Север». Поэт остро чувствует пульс и дыхание жизни. Серьезной проверкой для Мусикова, как и для всякого его поколения, мужавшего в грозовых испытаниях века, стала Великая Отечественная война. Призванный в армию еще в 1939 году, Владимир встретил войну в пограничных войсках, прослужив 7 лет. Горечь отступления и радость побед познал он на собственном опыте. И в тяжелой боевой обстановке он понимал, что поэзия – это тоже оружие в борьбе с фашизмом. Стихи его печатались в дивизионной, армейской и фронтовых газетах, и в разных журналах. Тема солдатского подвига стала главной в его творчестве. Его лирический герой – верный защитник Родины. Когда меня огнем термитным жгли, Когда полуслепой я полз жневьем, Когда все недруги моей земли Меня закапывали в ров живьем, Тогда вставал я из могил сто крат И видел свет в разрывах дымных туч. России сын, я был ее солдат, И потому был яростно живуч, И потому с упрямо сжатым ртом Израненный поднялся в полный рост И вытер пот солдатский, А потом звезду победы над землей вознес, По млечному пути летит она, Моей мечтой и волей зажжена. Владимир Мусиков всю войну провел на фронте, Участвуя в обороне Москвы, В освобождении Белоруссии и Литвы, В штурме Кёнигсберга. Демобилизовавшись из армии в 1947 году, Мусиков работает в редакции «Правды Севера». Газета стала для него трибуной, С которой можно обратиться к читателю С публицистической статьей, Рассказать в очерке о бывалом моряке, Рабочем новаторе, знатной доярке Или заклеймить проходимцей бюрократа. В газете же он публикует и стихи, В которых откликается На волнующие события современности, Оставаясь в боевом строю. В стихотворении «Верность» Он убежденно говорит, «Уйдя в запас, Мы лишь погоны сняли, Но верность знамени всегда храня, Мы быть солдатами не перестали, Мы и в труде на линии огня, Мы честь свою нигде не опозорим, Ведь труд, как песня по душе бойцам, Как честные рабочие мозоли, Сродни солдатским шрамам и рубцам». В 1948 году в Архангельском книжном издательстве Выходит первый сборник стихов Владимира Мусикова «Отчий край». С любовью пишет поэт О родном городе на Северной Двине. «Отчий край, Ты по-прежнему ласков и прост, Несказанно родной, После долгой разлуки». Та же любовь к родному краю Звучит и в другом стихотворении Мусикова. «Понял я в краях не наших, Где с войной пришлось бывать, Что родной сторонки, Крашая, В целом мире не сыскать». У поэта глубокое, Обостренное чувство любви к родине. Следом за сборником «Отчий край» Последовали поэтические книги «Живые огни», «Цена мира». Стихи Мусикова публиковались Также в Альманахе «Литературный север» И в «Литературной России», В журналах «Наш современник», «Работница», «Пограничник», В московском сборнике «День поэзии». Уже посмертно были выпущены Сборники стихов «Хлеб и цветы» Издательством «Советский писатель» В Москве И «Цветы под снегом» Северо-западным книжным издательством В серии «Библиотека северной поэзии». Муза поэта была смелой и бескомпромиссной. Мусиков выступал со стихами, Направленными против мещанства, Чванливых бюрократов, Против себелюбцев, Против людей, очерцвевших душой и сердцем. Таковы стихи Евросинья Марковна. «Вы ушли», «Открытый разговор», «Человека обступили вещи» И другие. Произведения Владимира Мусикова Отличаются высоким чувством гражданственности. Но было бы несправедливо Видеть в Мусикове только художника-публициста. Сильна в его творчестве и лирическая струя. Поэт пишет о любви, О красоте природы, Обо всем прекрасном в нашей жизни. Охотно и много писал Владимир Мусиков для детей. Для них у него вышли стихотворные книжки «Волька в милиции», «Лёшкина тайна», «Илька едет в Москву», Сборник рассказов «Гришкин голубь», Поэтическая светлая поэма-сказка «Ханове, ясноглазый сокол». Говоря об этой стороне творчества поэта, Критик Шамиль Галимов отмечал «Стихи Мусикова покоряют задушевностью, Теплотой, искренностью, Влюблённостью в детский мир. Поэт хорошо видит, чувствует, Понимает своего любознательного читателя. Он беседует с детьми доверительно, Проникновенно, с доброй улыбкой». В течение ряда лет Владимир Петрович Мусиков Был ответственным секретарём И членом редколлегии Литературно-художественного альмонаха «Север». Он умел радоваться творческим удачам Собрать их по перу, Умел держать в поле своего зрения Каждого стихотворца или прозаика, Находил возможность выразить им своё одобрение Или предостеречь от ошибок. Владимир Петрович был человеком щедрой души. Молодые литераторы тянулись к нему. Квартира Мусикова на улице Правды в Архангельске Пожалуй, больше походила на отделение Писательской организации, Чем на жилище поэта. Здесь в любой день можно было встретить То Евгения Богданова, Пришедшего с новым рассказом, То Николая Жернакова, Заглянувшего посоветоваться С опытным товарищем о будущей повести, То читающих свои стихи Дмитрия Ушакова, Виктора Киселёва Или Николая Журавлёва. Многие из них считали себя Учениками Владимира Мусикова, Гордились дружбой с поэтом. В квартире его кипели Литературные страсти. Многие архангельские писатели Того времени обязаны Мусикову Своим появлением на литературной Ниве. Его жизнь была до обидного короткой. Он умер в ноябре 1960 года В возрасте 46 лет. Александр Михайлов, Литературный критик, В предисловии к сборнику стихов Владимира Мусикова «Хлеб и цветы», Вышедшем в 1962 году, Писал, Главной страстью его жизни Была поэзия. Поэзия Мусиков Был предан самозабвенно. В одном из последних стихотворений Автора читаем Пугает не последняя минута, Прервался вздох и нету ничего. Нет, встанет солнце, Люди встанут утром, А вдруг да в мире ласковом и мудром Ни в чем следа не сыщут твоего. Мысль оставить после себя Добрый след Выражена и в других стихах Владимира Мусикова. В памяти всех, кто его знал, Он остался жизнелюбом и поэтом. И сегодня с уверенностью Можно сказать, Что его творчество Находит отклик В сердцах любителей поэзии. И гранитные скалы Имеют свой век И кремень, и железо. Но я человек, Я не верю, чтоб мог Аниметь мой язык. Так я землю люблю, Так я к песне привык, Так я каждой былинкой Привык дорожить на земле, На которой родился, Чтоб жить, Чтоб ходить по лесам И влюбляться до слез В трепет трав И застенчивость русских берез, Чтобы жадно работать, Засучив рукава, Чтобы в сердце искать Огневые слова И хотя б Нержавеющей строчкой одной В песнях счастья Звенеть на планете родной. Звенеть на планете родной. Звенеть на планете линию, Прик Derek